приветствую всех на своем канале сегодня хочу показать вам вот такие красивые тапочки тапочки вязаные крючком на подошве от домашних обычных тапок вот такая красота тапочки отслужили свой век осталось только подошве я решила сделать вот такие замечательные так тушечки они красивые удобные и самое главное очень легко и быстро вяжутся вот такие просто замечательные топчушки если хотите связать такие оставайтесь на моем канале смотрите видео дальше и так нам понадобится две подошвы от ваших старых домашних тапочек вот такие вот вот такой вот капрон обувной обувной капрон крючок 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 полтора миллиметра видно нет для того чтобы можно было вставить вот сюда и ниточки те которые вам нравятся один основной цвет и три дополнительных давайте подготовим подошву для этого отматываем капрон и так отматываем от катушки не отрезаем просто отмотали чтобы удобно было дальше что мы делаем пропускаем крючок с обратной стороны подхватываем вытягиваем на нашу сторону следующий вот прям с хвостиком протягиваем так чтобы нам хватило ну так вот так натянули сзади подхватили протянули сюда протянули в эту петелечку дальше протягиваем до следующей чтобы нам хватило и опять протягиваем через нашу петельку да но это потом мы отрежем точнее закрепим и отрежем и так продолжаем по всему периметру наших тапочек затянули подтянули вот так вот не сильно не слабо но затянули подтянули чтобы нам хватило до следующей дырочки и так по всему периметру мы будем соединять сейчас перехвачу он до следующей четко мне хватает до следующей сзади подцепила следующей протянула и так подготавливаем наши подошвы за них будет крепиться кстати если вы хотите сделать чтобы у вас была стелечка соответственно вы на отдельное видео нужно будет по поводу сельчика так вставите сюда любую понравившуюся вам стелечку чтобы ножка не потела все-таки это же пенным материал который вспененный который дает немного благе и так мы продолжаем по всему периметру и так мы подготовили наши подошвы все вот сделали видите дальше берем крючок мне будет двоечка и я возьму карачаевскую пряжу вы ли возьмите любую которая вам нравится и так значит дальше мы будем набирать столбики оставляем хвостик не набираем 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 подхватываем и провязываем столбики без накида закрепили вот 1 большой сделаем надеюсь вам видно и дальше я уже буду смотреть по длине своей вот этой протяжки сколько нужно будет мне столбиков но могу сказать что по два столбика где-то будет по три столбика и как обычно вывязываем . мешает вывязываем почему взяла второй крючок номер два потому что он удобно проскальзывает под наш наши протяжки и дальше я буду обвязывать сейчас прям было видно хорошо по два по три столбика мне так проще контролировать именно столько только сколько мне нужно еще один еще один и так нам нужно будет пройти по всему периметру нашей подошвы тут можно либо сделать соединительную петлю либо прям дальше правда лучше соединительную петлю сделать потом уже продолжать вязать встретимся в конце ряда так чуть-чуть у нас тут осталось подцепляем смотрите на своих на толщину своих ниточек мы будем провязывать еще три ряда сейчас мы поменяем крючок на чуть побольше и провяжем еще три ряда точно также столбиками без накида единственное если вам не лень подсчитайте сколько у вас получается столбиков вот так чисто для того чтобы знать хотя нам только нужно будет в одном месте посчитать так еще один столбик еще один столбик сейчас и все и соединяем соединительной петель соединительным столбиком соединили и пошли дальше вязать меняем крючок у меня это будет 270 до до 75 до 75 до 75 вяжем еще три круга три ряда три круга встретимся очень скоро итак я еще провязала еще три ряда мне достаточно будет потому что ниточка у меня толстая подготавливаем вторую подошву точно также и вот здесь в этом моменте вам нужно будет пересчитать что у вас было одинаково на двух подошвах и итак я подготовила свои подошки вот у меня четыре по четыре ряда связано то есть один набор и 4 3 ряда провязана дальше я связала вот такие вот два элемента ссылочка будет вот где-то вот здесь вот обязательно пройдите посмотрите как вывязывать такой шестиугольный крючком дальше я посчитала сколько у меня в круговом будет в каждой подошве столбиков он будет разное количество потому что ниточки у всех разные крючки разные плотность вязания разная подошвы разные размеры разные столько рассказала разные так у меня получается по 117 петель дальше мы будем пришивать всего три стороны то есть вот эту вот эти три стороны у меня три стороны выходит 39 петель я не буду прям вот да да петелечки высчитывать просто проложу примерно где у меня более-менее серединка будет и соответственно вот сюда вставлю маркер вставлю маркер вы можете прямо читать пополам разделить все если вам прям это нужно а я ну так на глазик скажем так определю где у меня будет серединка и вот эта петля то есть от наших 39 петель отнимаем одно получается 38 соответственно получается по 19 петель значит мы от нашего маркера читаем по 19 петель и поставим еще по 1 маркеру здесь и здесь соответственно давайте сейчас быстренько все посчитаем и поставим и так поставили маркеры не соответственно вот эти вот боковые маркеры это будут наши уголочки и вот прям с первого начнем пришивать точнее привязывать привязывать основной нашей ниточкой основной нашей ниткой так сейчас я постараюсь показать итак я присоединил нашу ниточку дальше я беру так вот нашу угол тут уже неважно за какой угол да возьмемся главное за угол взяться ниточку прячем что мы делаем сверху с лицевой стороны вставляем крючок и подтягиваем так ниточку все связали не связали а протянули протянули следующий следующий столбик протягиваем опять сверху подхватываем ниточку протягиваем и вот так по всему по всем 39 петелькам надеюсь что видно надеюсь что понятно так опять на опять вставляем верхний наш элемент подхватываем ниточку соединительными столбиками вот так вот у нас такой получится красивый краешек сюда и так все 39 петелек соединяем и так мы все присоединили так сейчас найдем вот такой получается у нас кантик все присоединено дальше мы просто продолжаем вязать до следующей нашей стороны вот здесь и тут будет самое интересное так вот дошли с другой стороны смотрите дальше вот последний столбик там и сделаем предпоследний последний просто не столбик с накидом соединительную 1 и переходим в элемент соединительные 2 опять в эту сторону соединительный столбик или петля соединительные это уж как вам нравится и еще раз сюда же еще раз даже все дальше поворачиваем и так с каждой стороны и вяжем туда обратно предпоследний столбик провязываем соединительный потом провязываем на элементе соединительный еще раз на полотне соединительный на элементе соединительный и поворачиваемся и вяжем ну встретимся когда до вяжем еще раз покажу значит вот я дошла у меня остается один столбик я провязываю соединительным вот так соединительным поворачиваем так поворачиваем сейчас секунду так вот у меня петелька следующая до которой должна быть я подхватываю ниточку еще раз соединительная дальше следующий столбик так нет обратно так соединительные до подтянула и вот в тот столбик где я провязывала еще соединительные и еще соединительные в элемент и уже после этого я начинаю вязать мой следующий ряд этого получается по 2 петелечки по 2 петелечки извиняюсь за шум у нас очень тепло душно и приходится открывать окна там кто-то что-то высыпает вот так получается у нас видите здесь красивая такая что здесь что здесь вот такая красивая соединительный такой бортик красивый получается продолжаем вязать я буду вязать вот до этого уголка и мне высоты на пяточки как раз хватит чтобы прям было были хорошие тапочки такие ну вот я дошла значит до своего маркера теперь я перехожу у меня был крючок 172 75 я перехожу на крючок 225 и последний так как у меня начальный ряд был вот здесь то есть я начинала вот так вот вязать я соответственно в обратную сторону дохожу последний свой ряд вероятнее всего больше ничего ввязывать не буду вот то мне как раз хватает высоты мне хватает высоты я перехожу на крючок 225 и в обратную сторону я провязываю еще один ряд на этом тапочек мой будет уже связан вот соответственно отматывайте видео назад в начало и вяжите второй тапочек так вот это выглядит здесь у нас связано видите как хорошо то есть ножичку выдержать останется нам только убрать все ниточки он таки вот такой тапочку не получился вот тапочки мои готовы спасибо что посмотрели всем пока пока